книга открытым окон тема суды том 12 вопрос 2715 когда вас судили то были ли экспертизы по вашим материалам что они там нашли отвечает игнатий тихонович лапкин моем деле было задействовано 12 кандидатов наук по разным городам и ничего они не нашли что было бы мне сегодня в стыд псалом 15 стих 6 межима и прошли по прекрасным местам и наследие моего приятно для меня вот отрывок одного такого эксперта исследовали мои письма и пленки катушки кавычки открываются исполнители предлагают программу общины оздоровления и упрека имени святого иоанна златоуста которую приводим с незначительными сокращениями еще одна цитата цель оздоровление церкви община часть православной церкви община видит следующие недостатки из-за своеобразного положения рпц в нашей стране первое упадок христианского благочестия второе замкнутость религиозной жизни в церковных стенах третье извращение внутри церковной жизни четвертое нарушение закона положения церкви 5 забвение основной задачей церкви про проповедовать всем языком 5 приспособленчесть приспособленчество забвения слов христа не можете служить двум господам 7 перенесение основного внимания на земное устройство а не на искание царство небесного задачи общины подъем христианской нравственности своих членов и всех верующих и всего населения повышение осознательности веры широко широкого христианского исповедания проповедь смелая горячая невзирающая на лица обличение внутри церковных не строений а также нарушений законов о положении церкви и правах верующих каноническая основа общества слова святителя иоанна златоуста цитата если епископ не находится среди своего стада чтобы руководствовать пусть овцы сами возьмут на себя обязанности посты девиз общины свобода действий каждого члена и одновременно и единство всех община делится на мелкие общины каждая принимает свою программу действий здесь это наверное москва да я понимаю четвертая страница 2 том 2 авторы осознают противоправный характер своего произведения и заранее стремятся создать себе ореол мучеников мы открывающие вам эту тайну хорошо понимаем что ждет нас поэтому призываем молитесь за нас м 1 с 1 т 2 зачитывается перечень православных святых далее рассказывается о последних годах жизни киевского митрополита владимира говорится о гражданской войне на украине кавычки открываются красное знамя революции повсюду где появится влечет за собой потоки неповинной человеческой крови произвола также разрушения святыни храмов божьих кавычки закрыты в подробностях описываются в кавычках обе обыски священнослужители и повальный грабеж цитата это было а также убийство митрополита владимира заканчивается медицинским заключением осмотра тела убитого далее следует рассказ о петроградском митрополите вениамине который по мнению автора желал передать церковное имущество фонд помощи голодающим а большевики московский центр предали его суду по сфабрикованному обвинению в подстрекательстве к беспорядкам возникшим связи с изъятием церковных ценностей запись насыщена всевозможными отступлениями нравоучительного и поминального характера а также выдержками из библии ссылками на нее и п воеводин старший преподаватель кафедры философии красноярского государственного педагогического института кавычки закрыты не троньте меня отступитесь ревнители талена мой брошенный вызов богатство уже не мое другие его подхватили не в праздник успения пасхальные гимны уже благовестье поет не троньте прошу отступитесь и скройтесь разве не видите миссию чью исполняю напрасно лелеете тысячелетний коросты вы к перелету негодны а только предсмертно линяете девиз мой что слово и живо и действенно и я помогаю вживлять стимулятор на сердце епископом гордым и это нормально естественно чтоб агнцев кушали не с кислым а с пресным не троньте не видите как я для вас же стараюсь питье еду угорая от вашего чада готовлю не в дебрик пустынникам строится трасса но в порт на апостольский сейнер на ловлю не мерьте поповским продыбленным горе аршином по библии вечной сверяйте дела и поступки избудется слово не то как в синоде решили канонизации ваши не в вечности только на сутки не поздно вам вникнуть в себя и учение не в книги сотлевших монахов пустынных а в слово небесного а увы великого честного на проповедь мрачно не шли с человеческим сыном когда отойду непокорство и верность рассудят кому и как много отсыпал хулы и хвалы апостолом и никогда был и предатель иуда но слово христа посылается к добрым и к злым известно мне стало как арияна епископ клянет меня мои книги и к тех кто со мной заодно на их конференциях формах каркает зло вранье как вовремя лот покидает эмпешный садом прильните к словам иисуса целуйте не толстые корки закованы в тысячи лет прислушайтесь вы к воркованию небесной голубки быть может воскреснет хотя бы один из подаряске скелет игнатий лапкин 12 марта 2005 год